Совет Евросоюза Совет Евросоюза Совет Евросоюза К концу года в республику приедут уже не 800 тысяч человек, как предполагалось ранее, а миллион. Скорректированный прогноз сегодня дал вице-канцлер Зикбор Габриэль. ... Прошлой ночью я добрался до этой станции, и я еду в Германию, слава Аллаху! Возможно, поэтому Ангела Меркель, которая еще неделю назад обещала беженцам ускоренную процедуру оформления, сбавила обороты. В то, что и ее гостеприимство, оказывается, имеет границы, тысячи мигрантов отказываются верить. Немецкое правительство – хорошее правительство, они дружественны к людям. Я очень надеюсь, что границы откроют. Происходящее взволновало всю Европу. Сегодня только и обсуждают, что будет с Шенгеном, если главный принцип соглашения – беспрепятственное передвижение по территории стран-участниц перестает работать. Этот вопрос стал поводом для экстренной встречи министров внутренних дел ЕС. Первое заявление – ничего незаконного в действиях Германии нет. Введение временного контроля на границах между участниками Шенгенского соглашения возможно в случаях кризисных ситуаций, согласно 25-й статье кодекса. А то, что происходит сегодня в Германии – это как раз тот случай. Как раз такой случай и то, что творится в Вене. Понедельник стал самым сложным днем для австрийцев с начала миграционного кризиса. Дело в том, что Венгрия накануне фактически зачистила крупнейший в стране лагерь для беженцев – рёшки. Людей разбудили ночью и просто отправили поездами и автобусами в Австрию. Всем, кто собирался проехать через страну транзитом, на границе с Германией предложили пройти паспортный контроль. Другими словами, у австрийцев теперь выбора нет. Да, мы сделаем так же, как Германия. Временный контроль на границах разрешен Шенкенским соглашением. Мы заканчиваем для этого последнее приготовление. Контроль введут через считанные часы. Контроль на границах вводят Чехия, Словакия и Польша. Норвегия не исключает, что может вообще закрыться для беженцев. А Венгрия достраивает стену на границу с Сербией. Это значит, что переселенцы, десятки тысяч человек застрянут здесь. Но в Брюсселе сегодня об этом говорили меньше всего. Если предпринять ряд необходимых мер, эта проблема решится сама собой, считают политики. В соглашении должно быть чётко прописано сотрудничество со странами, откуда в Европу стекаются мигранты. Например, с Турцией. Она будет нуждаться в нашей помощи, в наших деньгах. Они понадобятся ей для защиты границ. Министры юстиции и внутренних дел ЕС договорились распределить по странам сообщества 40 тысяч мигрантов из Италии и Греции. Цифру зафиксируют в виде обязательных квот. Но по какому принципу будут распределять людей? Этот вопрос вызвал много разногласий. Бельгия, которая высказалась за квоты, оказалась в меньшинстве. А вот Швейцария, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Румыния и страны Балтии считают, квоты не имеют смысла. Мигранты просто не будут их соблюдать. А британский министр вообще поставил коллег перед фактом. В Великобритании не будет принимать участие в общем распределении беженцев по Европе. С начала сирийского кризиса мы приняли больше пяти тысяч сирийцев. Накануне мы объявили, что примем еще 20 тысяч. Но мы примем тех, кто находится в лагерях ООН непосредственно в кризисном регионе. Дэвид Кэмерон сегодня побывал в одном из таких лагерей в Бейруте. Таким образом, видимо, наглядно продемонстрировав, кого британцы считают правильными беженцами. После этого он пообщался со своим ливанским коллегой и заверил его, англичане и впредь будут выделять деньги на помощь сирийским беженцам в Ливане. Я знаю, какое давление на вашу страну оказал кризис в Сирии. Именно поэтому Соединенное Королевство выделило 300 миллионов фунтов с начала этого кризиса на поддержку сирийских беженцев, размещенных в Ливии. Мысль, которую британский премьер, очевидно, оставил за скобками, лишь бы не ехали к нам. Ситуация с мигрантами расколола европейское общество, пока немецкая футбольная команда «Шальке» приглашает беженцев на бесплатный матч. Я не могу проспать и час, а пока беженцы находятся в таких тяжелых условиях. В Польше фанаты команды «Лех» готовятся бойкотировать ближайшую игру в рамках Лиги Европы. Так они выражают протест против решения УЕФА. Ассоциация собирается выделить по одному евро с продажи билетов на поддержку беженцев. Массовые акции протеста прошли сегодня в Варшаве. Я здесь, потому что я не согласен с исламизацией Европы, с исламизацией Польши. Вот и встреча министров Брюсселя сегодня проходила под крики демонстрантов. Мигранты — это троянский конь для Европы, скандировали они. Чем закончилась та история, известно. Чем обернется европейское гостеприимство, тоже несложно предсказать. Евгения Карих, Георгий Мугунов, ТВ-центр. Сметение Европы перед потоком беженцев станет сегодня главной темой ночного выпуска событий. Почему Германия фактически перекрыла границу после обещания обеспечить мигрантам должный прием? Смогут ли европейцы найти компромисс по распределению квот? В какие страны и почему устремляются сами беженцы? На опросы ведущего Алексея Фролова ответит доцент кафедры европейского права Московского института международных отношений Николай Топорин. Смотрите интервью в программе «25-й час», начало эфира в полночь. Противодействие терроризму, как ожидается, станет главной темой саммита организации договора о коллективной безопасности. Он открывается завтра в столице Таджикистана. Владимир Путин этим вечером прибыл в Душанбе на предстоящие встречи президента России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Рассмотрит ситуацию, которая складывается на внешних рубежах УДКБ, а также обсудит готовность коллективных сил быстрого реагирования к противодействию существующим угрозам. Около часа назад лидеры шести стран собрались в неформальной обстановке за ужином. Таджикистан Владимир Путин прилетел из Магаса. На совещании в Ингушетии он обсудил перспективы развития этой самой маленькой из республик России. Темпы роста промышленности и сельского хозяйства в регионе сейчас превышают среднероссийский уровень, а по цифрам рождаемости и отношению к многодетным семьям республика, как отметил Владимир Путин, может стать хорошим примером для всей страны. В то же время в Ингушетии сохраняется ряд острых проблем. Так, доля ветхого и аварийного жилья в регионе 23%, самая большая по стране. Высокий уровень безработицы в рамках федеральной программы социально-экономического развития Ингушетия получает каждый год свыше 4 миллиардов рублей. Но, как отметил президент, ключ к решению проблем в более полном использовании потенциала самой республики. Я не раз отмечал, сегодняшняя ситуация открывает новые возможности для роста производства, для освоения внутреннего рынка. Это в полной мере относится к тем отраслям, которые традиционно развиты в регионе, имея в виду, прежде всего, конечно, аграрный сектор, предприятия лёгкой, пищевой промышленности, переработка. Для их устойчивой работы и развития, для увеличения объёмов и номенклатуры выпускаемой продукции, нужно, безусловно, активнее искать дополнительные инвестиции, в целом повышать инвестиционную привлекательность республики, улучшать деловой климат. Россия подводит итоги единого дня голосования. Почти по всей стране в 84 субъектах федерации прошли выборы в региональные и местные органы власти. Для ведущих партий они стали, среди прочего, своеобразной репетицией перед выборами в Госдуму. До них остался ровный год. «Единая Россия» повсеместно подтвердила свой статус лидера. Упорная борьба за победу развернулась лишь в Иркутской области. Там впервые в стране за последние годы для избрания губернатора будет проведён второй тур. Никита Васильев считал голоса. Для большинства регионов это были первые прямые выборы губернатора за последнее время. Среди главных претендентов назывались действующие руководители с приставкой временно исполняющей обязанности. Большинству удалось отстоять свои посты. Некоторые не оставили конкурентам ни единого шанса. А главы Татарстана и Кемеровской области победили с рекордными цифрами. Рустам Миниханов набрал больше 94% голосов, а Мантулеев больше 96%. А вот в Иркутской области неизбежен второй тур. До победы представителю «Единой России» Сергею Ерошенко не хватило буквально полпроцента. Сохранится расстановка силы в местных парламентах. Большинство депутатских кресел разделят между собой представители «Справедливой России», «ЛДПР», «КПРФ» и «Единой России», которая одержала безоговорочную победу. Это хорошие результаты. Они, с одной стороны, отражают реальное влияние партии «Единая Россия» в регионах, предпочтение наших избирателей, а с другой стороны, показывают, что российская демократия развивается, показывает, что парламентские партии достаточно удачно проводят свои избирательные кампании. Статус главной оппозиционной силы за собой сохранила КПРФ. Именно коммунисты смогли навязать реальную борьбу за пост губернатора в Иркутской области. Ко второму туру туда обещают отправить дополнительно еще около 500 наблюдателей. Это выборы, поиск новых решений мирным, демократическим способом и талантливых кадров, которые должны прийти и выводить страну из кризиса в это ответственное время. Конкуренция в ходе этих выборов лишь помогла сделать их максимально прозрачными. На помощь многочисленным наблюдателям все активнее приходят технологии. Так, в Ленинградской области тресть участков оборудовались системами видеонаблюдения с записью звука. В спокойствии избирательной кампании отмечали и лидеры думских фракций, подводя итоги единого дня голосования. Практически все, кто хотел, выднули своих кандидатов. Это десятки тысяч вакансий. Дальше регистрация. Практически не было отказа и не было судебных исков. Дальше пропаганда. Впервые, в общем-то, более-менее спокойно, в том плане, что все встречались, выступали, везде могла быть реклама. Шаговатости были. Вы говорите, что скучно, но это же не карнавал. Самой большой проблемой для Центра избиркома стала, пожалуй, вечерняя хакерская атака. Со стороны американской кампании поступало до 50 тысяч запросов в минуту. Но взлом сайта удалось предотвратить. В остальном, самые масштабные за последние годы выборы прошли без явных нарушений. Была реальная конкурентная борьба, а вот то, что впервые, на мой взгляд, за все последние годы в новейшей истории России максимально соблюдалось избирательное законодательство и на этапе выдвижения, на этапе проведения избирателей кампании, на этапе подсчета, я думаю, что это нужно отметить. Всего было подано 29 жалоб, но единичные случаи не повлияли на итоговые результаты. Средняя явка на губернаторских выборах перескочила отметку 50%. Это выше, чем на предыдущих. Активнее всего голосовали в Татарстане и Кемеровской области, а вот в Смоленской и Архангельской самая низкая явка. Но в целом, по словам председателя ЦИК Владимира Чурова, результаты позитивные. Никита Васильев, Олексий Фиулин, ТВ-центр. Участок северо-восточной хорды в Москве от Измайловского до Щелковского шоссе будет сдан в эксплуатацию досрочно в 2016 году. Сегодня Сергей Собянин, экспедитор и уход строительства, отметил, что в столице не хватает поперечных связок между магистралями, из-за чего перепробег машин многократно увеличивается. Северо-восточная хорда как раз и призвана решить эту проблему. Она соединит шоссе энтузиастов с Щелковским, Ярославским, Дмитровским и Ленинградским в обход центра. Виктор Прокушев подробнее. Десятки единиц техники, сотни специалистов и один масштабный строительный план. Северо-восточная хорда обретает новую точку опоры. На месте этой стройплощадки вскоре появится трехуровневая развязка. Вот этот участок достаточно сложный с точки зрения прохождения. Часть его уже построена от энтузиастов до Измайловки и от Измайловского до Щелковского. Это очередь, к которой мы приступили в этом году. Самый сложный объект – трехуровневая развязка на Щелковке. Лево-поворотная эстакада в сторону Щелковского шоссе, в сторону шоссе энтузиастов. Там перепропуск машин сделан на Щелковском? Нет затруднения движения в этом месте? Нет, у нас сохранено. Мы перепустили Щелковское шоссе, перебросили на северную часть тоннеля, сохранили четырехполосное исполнение. Также в конце года планируем перекинуть движение Щелковского шоссе на южную часть тоннеля. Основой транспортной развязки станет тоннель по четыре полосы в каждом направлении. Он пройдет на глубине десяти метров прямо под Щелковским шоссе. На поверхности появятся эстакады в трех направлениях. Все работы ведутся на сегодняшний день одновременно. То есть, если можно посмотреть на Щелковском шоссе, ведутся работы уже по сборке опалок и на эстакаде. И также параллельно мы уже приступили к работам, к монолитным работам уже со стороны улицы Вернисажной. От развязки на Щелковском до шоссе энтузиастов дорогу расширят и приспособят под новый трафик. Уже ведется строительство эстакады прямого хода северо-восточной хорды. Раньше на преодоление этого участка можно было потратить около часа. Теперь, когда светофоры уберут, путь займет максимум 15 минут. За этими минутами стоят месяцы труда. Перекладка коммуникаций, реабилитация промышленных земель. Было снесено более 30 зданий и сооружений, около 5000 гаражей. Всю эту гигантскую территорию ждет перезагрузка. Развивается территория, огромно развивается территория. Здесь будут рядом с Московской кольцевой железной дороги, от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе, четыре станции на Московской кольцевой железной дороге. Это шоссе энтузиастов, Соколины гора, Измайловский парк и Черкизово, где мы с вами находимся. А это легкое метро, которое будет перевозить и доставлять огромное количество пассажиров для высоко развивающей вокруг территории. Появятся подземные и надземные пешеходные переходы. Будет высажено более тысячи деревьев. Этот участок станет лишь частью новой магистрали. Она соединит юго-восток и север Москвы, минуя центр. Участок от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе в полном объеме запустят уже в следующем году. Виктор Прокушев, Александр Савин, Илья Ушаков, Руслан Прохоров, ТВ-центр. Из Египта сегодня пришли сообщения о гибели иностранных туристов. Это случилось во время джип-сафари по пустыне. Автоколонну с вертолетов обстреляли египетские силовики. Сейчас они заявляют, что туристов почему-то катали по запретной зоне, где в тот момент шла спецоперация по поиску террористов. Однако не исключено, что в погоне за подозреваемыми полицейские не заметили, как сами оказались в туристическом месте. Оксана Фомичева изучила обстоятельства трагедии. На роковой джип-сафари туристы из Мексики в сопровождении местных гидов отправились в воскресенье в один из наименее подходящих для этого районов Египта. Эль-Вахат в западной пустыне давно облюбовали джихадисты. Гражданским лицам доступ туда категорически запрещен. И по трагическому стечению обстоятельств. Именно в этот день там проходила спецоперация силовиков. Они преследовали группу, связанную с радикальной организацией «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Людей на четырех машинах без опознавательных знаков военные приняли за террористов и открыли огонь на поражение. В результате 12 человек погибли, 10 получили ранения. Мы от всего сердца выражаем соболезнование правительству Мексики по поводу этой трагедии. Причиной ее стала ошибка военных в рамках борьбы против терроризма. Раненые мексиканцы уже получают лечение в лучших больницах Каира, а тела погибших в ближайшее время будут отправлены на родину. Мы также выражаем соболезнование семьям египтян, которые стали жертвами ошибки силовиков. Это ужасная трагедия. В Министерстве туризма Египта заявили, попавшая под обстрел группа находилась в запретной зоне без соответствующего разрешения. Джипы нигде не были зарегистрированы, а гиды не имели лицензии, необходимой для подобных сафари-туров. Министр туризма в выходящем правительстве Арабской республики Халет Рами пообещал добиться максимального наказания для компаний, организовавшей поездку. Мексиканские власти уже подтвердили, из 12 погибших в западной пустыне двое гражданей этой страны. Мехико призывает как можно скорее выяснить все обстоятельства того, что именно и почему случилось в районе Эль-Вахат. Послу Египта в Мехико вручили ноту, в которой мексиканское правительство выражает глубокую тревогу по поводу этих прискорбных событий и требует проведения быстрого, исчерпывающего и всестороннего расследования. Представитель египетских властей заверил нас, что для выяснения обстоятельств происшествия создан Следственный комитет во главе с премьер-министром страны. Я лично говорила с некоторыми пострадавшими, и они подтвердили, что власти Египта делают для них все необходимое. По данным Ростуризма, трагедия в Египте пока не привела к снижению туристического потока из России. В районе, где погибли мексиканцы, наши соотечественники, как правило, не бывают. Тем не менее, в МИДе еще раз рекомендовали россиянам, которые отдыхают в Египте, не покидать курортные зоны. Оксана Фомичева и Юлия Олей.